Наконец-то мы закончили общеобразовательные темы и переходим непосредственно к компьютерной графике. В этом модуле мы опять будем говорить про основы, но теперь уже именно компьютерной графики. Чтобы не путаться в понятиях и своих ожиданиях, определимся с терминологией и уточним границы наших интересов в этом курсе. Поэтому нам понадобится классификация. Это такой универсальный способ создать видимость порядка, ну хотя бы расставить все ровненько. Сразу оговорюсь, под названием компьютерная графика что только не понимают. В телевидении это оформление кадра, всякие субтитры, плашки, заставки. В кино это спецэффекты и сгенерированные сцены. В учебных курсах тоже не все так просто. Например, уже много лет один из лучших технических вузов MIT предоставляет доступ к материалам своих курсов и среди них есть компьютерографикс. Заглянем туда, ведь там должно быть много интересного по нашим темам. А вот и нет. Смотрите, там только трехмерная графика. А про все остальное вежливо написано, что двухмерная графика и обработка изображений это не сюда. Они в этом курсе изучают алгоритмы трехмерной графики, рендеринга, тренируются в OpenGL на C++. В общем, это совсем другая сторона вопроса. В других курсах и учебниках вы увидите краткий обзор основ, которые мы разобрали чуть подробнее, а потом как в Photoshop поправить фотографию, как в Corel сделать макет листовки, что-нибудь в таком духе. По моему глубокому убеждению, если человек ни разу не заглядывал в графический редактор, ну я не имею ввиду Paint, то ему нужны повод и вдохновение, чтобы захотеть научиться работать. И наглядная инструкция, которая даст быстрые навыки для старта, ну чтобы начать работать. А дальше, если база есть, то все это изучается самостоятельно при помощи Google. В качестве наглядных инструкций могу порекомендовать соответствующие курсы на различных онлайн платформах. Там расскажут основы, а дальше спросите у Google. В вышесказанном ключевое слово «база». Чтобы все легко пошло, она должна быть. Вот именно об этом и наш курс. А Photoshop потом освоите на интересующем вас уровне ближе к конкретной предметной области. Понадобятся еще и базы из этой конкретной предметной области. Для полиграфии это одно, для обдизайна другое, для анимации третье. Итак, про графику. Обычно ее разделяют на векторную, растровую, трехмерную и фрактальную. При этом, например, трехмерная графика это обычно, но не всегда, векторная графика в трехмерном пространстве. Да еще и с растровыми текстурами. Векторную графику называют так, потому что она оперирует кривыми и заливками. В отличие от растровой графики, которая, потому растровой называется, что создается упорядоченным набором точек. Я кратко представлю вам все эти виды графики, но сосредоточимся мы на растровой и векторной. Также мы поговорим про анимацию видео, но, увы, кратко. В расширенном курсе уже будет раздел про трехмерную графику, а фрактальная графика это весьма обособленный вид, с которым обычно в жизни встречаться не приходится. Поэтому на нее мы отвлекаться не будем. Есть еще один вид графики, который графики называют только разработчики. Это текст. Казалось бы, текст, он же не графика, как он тут оказался. Если смотреть не на синтаксис и грамматику, а на начертание букв, то текст это очень даже графика. Это довольно древнее искусство каллиграфии. Применительно к нашему курсу нам просто понадобится понимать, как устроены шрифты и как написанный ими текст взаимодействует с графическими изображениями разных видов. Как видите, за один модуль нам предстоит коснуться множества разных тем. Поскольку они между собой все связаны, то мы будем переходить между ними, а потом возвращаться, чтобы изучить подробности. В конце мы немного попрактикуемся в создании растровой и векторной графики и даже в обработке видео. Продолжение следует...